Главное направление развития законодательства Тверской области сегодня – повышение качества принятых законов, прогнозирование краткосрочных и долгосрочных последствий их принятия, своевременная оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. Тверская область – одна из немногих, которая наделила общественную палату и инициативные группы граждан правом законодательной инициативы. Вместе с тем, по мнению спикера областного парламента Сергея Голубева, необходимо искать новые формы взаимодействия институтов гражданского общества и власти. Не просто давать возможность, а помогать общественным организациям готовить инициативы. Целый ряд направлений работы законодательного собрания, на мой взгляд, должны получить новый импульс, новую динамику. Речь идет прежде всего о более широком увлечении общественности, представителями гражданского общества, обсуждении не только законодательных инициатив, но и проблемных вопросов применения действующего законодательства. С начала работы 6-го созыва законодательного собрания области принято более 130 законов, в том числе беспрецедентные по срокам и идеологии бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Депутатам при формировании и принятии бюджета удалось сделать главное – обеспечить поддержку реального сектора экономики, сохранив при этом все социальные обязательства. Было налажено конструктивное взаимодействие со всеми ветвями государственной власти и местным самоуправлением по исполнению майских указов президента. Подписаны они по велению времени, по просьбе народа, по просьбе людей. И я считаю, что это один из ваших аргументов для работы общественной палаты, посудил закон, которым вы должны пользоваться, который заставляет власть закон выполнять. Вопрос о совершенствовании федерального законодательства поднял председатель Совета судей Тверской области Борис Райкис. В частности, он предложил внести коррективы в Кодекс административно-правовых нарушений, а именно увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение ПДД с двух до шести месяцев. Любая отмена любого постановления сотрудников ПДД, которые выносят эти постановления и штрафуют нарушителей общественного порядка, скажем так, на дорогах, когда отменяются, то в случае отмены устанавливается другой нарушитель, но привлечь его к ответственности невозможно, потому что истекает срок давности привлечения к административной ответственности. Если бы он был чуть больше, хотя бы будет шесть месяцев, так я говорю, это правда. Исходя из практики, этого достаточно. По мнению председателя общественной палаты Лидии Тумановой, в целом встреча прошла продуктивно, а диалог получился достаточно конструктивным. Мы вышли на многие совершенно конкретные проблемы, которые волнуют наших жителей. И, например, вот эта кадастровая оценка земли, возможности оплаты повышения инвестиционного климата, ну и, кроме того, продвижение каких-то законов. В частности, очень приятно было услышать, что все-таки вот тот закон, который мы условно называем закон о тишине Тверской области. По словам Лидии Тумановой, в ближайшее время общественная палата намерена возобновить работу над законом о добровольчестве в Тверской области. Сотрудничество общественной палаты и областного парламента по совершенствованию законодательства будет продолжено и дальше.